Саламу алейкум, Дагестан! Я приветствую всех, кто смотрит проект AutoDFM. Веду его я, Заур Газеев. Сегодня у меня интересный гость, это Сулейман Баширыч Владеев. Мы предлагаем к вашему вниманию продолжение диалога, начатого еще в трех прежних передачах. Саламу алейкум, Сулейман Баширыч. Саламу алейкум. Но сейчас, как я сказал, самыми уважаемыми людьми были спортсмены. Они и сейчас уважаемые люди в Дагестане. Ой, нет, не до такой степени. Смотрите, Хабибу мы быстренько о свадьбе написали. Хабиб — это другая история. А, допустим, вот очень показательный был случай, когда после, по-моему, очередного чемпионства мира Абдул-Рашиду Садулаеву один из его спонсоров скинул миллион долларов за победу. И тот по наивности душевной написал у себя в инстаграме об этом. И тут началось. И тут начался такой жесткий хейт, что Абдул-Рашид сообразил, что эти вещи надо убрать быстренько. Потому что то, что 10 лет назад вызвало бы восхищение и одобрение, сейчас уже не вызывает одобрения. Вы не самые уважаемые люди. То, каким авторитет ваш был 10 или 15 лет назад, сейчас уже этого нет. Люди увидели другие ценности. Люди писали, лучше бы вы отдали в детский дом, лучше бы вы сиротом отдали, лучше бы вы... Там накидали кучу предложений, куда можно эти деньги использовать. И то, как, допустим, вот помнится, первые чемпионские регалии были только-только у Абдул-Рашид Садулаева. Вот он пешком ходил на тренировки из Ленин-Кента, потому что у него не было денег на маршрутку. А сейчас у него стоит во дворе три внедорожника. И он вроде как там демонстрирует свои внедорожники. А сейчас нет. Сейчас вот эта показная роскошь, вот это показное потребление, как оно за публичное потребление, по-моему, так оно называется, оно сейчас осуждается. Все-таки мы дожили до времен, когда какая-то скромность, какие-то благотворительные проекты, в которые вкладываются чек, они вдруг стали цениться. И депутатов мы также оцениваем. И каких-то лидеров общественных мнений оцениваем. Сколько, куда они, какие деньги потратили на благотворительность? Вот возвращаясь к этому очень важному вопросу, по поводу того, от каких качеств надо было бы хорошо избавить дагестанцев. Кстати, мы тоже очень разные. Когда мы говорим о дагестанцах, видим, мы имеем в виду какую-то определенную часть дагестанцев. Так вот, конечно, в том числе вот это наше какое-то неуважительное такое отношение к наукам, к искусству, к образованию, к прогрессу, к цивилизации. Это где-то там. И когда ты сказал, там у нас исторически в Дагестане была культура знаний, ну вот в медресе стремление изучить религию Аллаха, прочитать арабский Куран, писать на аджаме. Конечно, это все было. Этих людей уважали, потому что они бывали имамами, дибирами, мулами. Но у нас же не было университета, института, у нас не было системы образования. У нас вообще-то, говоря, в Дагестане единого государства в таком классическом смысле этого слова никогда и не было. И поэтому все эти проблемы тоже оттуда истекают. А также, конечно, вот это наше готовность где-то там при первом удобном случае с кем-то подраться, унизить этого человека, побить этого слова. Агрессия, да. Агрессия, озлобленность. Вот это неуважение к человеческой жизни, она обесценена. Дагестанцы тоже, она стала, ну вот просто, очень легко же убивают. Не говоря о таких чудовищных вещах, когда бьют родителей. Сыновья убивают родителей. О да, вы тоже читаете телеграм-каналы. Я живу в этом. Вы тоже в шоке, да? И последний вопрос этого сета. Был ли вариант, при котором Дагестан мог свалиться в ту же историю, что и Чеченская республика? Нет. Я могу это уверенно сказать. Знаете почему? Две причины, два фактора. Первое. Дагестанская власть. Можно по-разному относиться к Магмеду и тогдашней власти, но то, что касается того, что они прекрасно понимали, чем это кончится, вот тем, что там погибло сотни тысяч век, а сотни тысяч и сейчас находятся в Европе, они должны были покинуть эту родину. Столько покалечений, стертое лицо земли столицы. Они это понимали. Это были, это, они это не допустили. Они действительно сделали все возможное для того, чтобы удержать Дагестан от этого года. Второй фактор, сам народ. У нас не было тогда массового отношения у всего дагестанского народа. Мы не маргинализировались настолько, чтобы похищать друг друга, продавать. вот это интуиция народная даже. Вот дагестанская народная мудрость практически, да, из глубины, которая веков идет. Понимание того, что в этих условиях даже еще до того, как там началась война, вот Дудай пришел, и там идут вот эти процессы, да, они будут создавать суверенное государство, они там утверждают, что у них будет Дубай и Эмираты. Тем не менее, еще война не началась, но и народ дагестана тогда, вот не было этого стремления выйти из состава России, создать независимое, суверенное, самостоятельное государство. Я думаю, вот народ вне своего сознания понимал, что это кончится тем, чем это кончилось для самой чеченской республики. А, конечно, были тогда люди, которые считали, что и Дагестану надо делиться, и тут можно создать развитие хорошее государство, в том числе и среди интеллигенции, очень образованных людей, они издавали даже брошюрки, я их внимательно читал, и сам тогда тоже думал над этим, в том числе и экономисты этим вопросом занимались. Вот в самом Дагестане тогда вот этого стремления не было. Я понимаю, что какая-то часть дагестанцев, которые и тут находятся, и не тут, они и сейчас считают, что вот все-таки надо было выйти, что все-таки это возможно было, тем более с Чечнёй, но это очень такая опасная тема. Скользкая тема. Я не хотел, это тема, чтобы там об этом говорить часами и бесконечно анализировать более толковых, умных людей, собрать, рассуждать, но нет. Вот из-за этих двух причин ни дагестанское руководство тогдашнее, ни сам дагестанский народ не был подвержен этой идее сепаратизма и создания независимого самостоятельного государства Дагестана. Не было этих моментов. Другое дело, почему, что было лучше, хуже, но это сложный вопрос. Понятно. Есть ли у истории варианты? Нет, понятно, что история нелинейна, она не идет по спирали наверх, но может быть и вниз. Но это что касается того, если история знает ли сослагательное наклонение, история знает. Да. А вот истории, когда мы говорим об истории, это, скажем, некие ситуации, которые складываются разных стран у разных народов, и тогда, когда это уже свершилось, мы думаем, а могло бы ли быть по-другому? Да. И альтернатива практически бывает почти всегда. Другое дело, почему этот народ, эта страна, это общество пошли именно этим путем, но не другим. Тогда, когда это уже свершилось, и специалисты, историки, политологи, философы, мыслители анализируют это, они понимают, что альтернатива была, но говорит о том, что это всегда так, что это абсолютная истина, невозможно. Но, тем не менее, когда мы говорим в данном случае о Дагестане, и о как конкретных обстоятельствах. Да, альтернативы бывают, но не в том смысле, что для нас альтернатива была идти чеченским путем. Нет, это тоже кончилось в пути и в лесах. Ничего хорошего там не произошло. По поводу Марины Ахмедовой, мне кажется, Марина сама следила бы за тем, чем она занимается. Она как бы член Совета по правам человека, а что-то мы не видели, чтобы Марина сюда приезжала и разбиралась бы с какими-то проблемами. Хорошо бы Марине приехать и пройтись по приемным покоям наших больниц для начала. Хотя бы в глазную поликлинику ей бы зайти, на самом деле защитить права человека. А указывать, что делать Хабибу и чего не делать Хабибу, наверное, должен Хабиба папа, если бы он был жив, или Хабиба старше родственника. Я к этому так и нужно. В принципе, каждый человек имеет право высказать свое мнение и позицию по любому вопросу. Если это не запрещено законом и не противоречит неким правилам и устоям, которые являются нравственными правилами, но при этом, конечно, если соблюдается правило приличия элементарных, и если даже какой-то человек не нравится, а Хабиб для дагестанцев символ нашего Дагестана, а дагестанцы его любят, дагестанцы его уважают. Зачем ты его трогаешь? Что это? Это просто самопиар. Вот ощущение, что это самопиар для человека, которого подзабыли. А так, в принципе, я прочитал ушаты просто, помоев, которые вылили в социальных сетях на Марину Ахмедову, и мне ее, честно говоря, жалко не было. Не было жалко, потому что это, честно говоря, ее утопили в этой грязи, и что только не пишут. Она, наверное, могла бы это спрогнозировать. Но мы живем во время, когда любое твое имя, любое упоминание в каком-то контексте вызывает на вас массу грязи. Вот про вас что-то хорошее написать где-то в социальных сетях, и вас тоже забросают грязью, не потому, что вы плохой, потому что это вот такая помойка информационная, куда люди сбрасывают весь свой негатив, да, и вы будете читать про себя точку зрения про вас людей, которые вас знать не знают, видеть не видели, у вас кровь из глаз пойдет, но к вам это по сути не имеет. У дагестанцев есть хорошая притча по поводу того, как конь один, отец и сын, они проезжают через Ау. Знаешь, дай эту притчу. Нет. Отец на коне, а сын идет пешком. Вадикане сидят в старейщине, и они слышат след, как они говорят, совести нет у этого человека. Как можно ребенка за лошадью заставить идти, а сам сидеть на коне? Они проезжают в следующий аул, сын на коне, а отец идет пешком. он слышит след. Пацаны этого идиота. Что это такое? Этот мальчишка сидит на коне, а он дурак сзади. И третье село, когда они вдвоем сидят, естественно, там тоже их осуждают, говорят, не жалеть животного, это изуэры. Выгодить всем невозможно, а зачем надо им угождать? Вот у нас говорят, надо объединиться. С кем объединиться? А я тоже спрашиваю, с кем? Я не хочу объединиться вообще, с казнократными, ворами, насильниками, заливами, притеснителями, сволочами, мерзавцами, негодяями. А чем я должен с ними объединиться? Мир не состоит из тех, кого вы назвали, но как-то мы так долго ходили с троем, а тогда с кем и с какой целью? Да, мы так долго ходили с троем, 70 лет советской власти, что, по-моему, у нас просто идиосинкразия на призыв пройти с троем еще раз. Нет, я бы не хочу жить к казарме. Вот так. Вот так мне это назовем. Так, читая комментарии в социальных сетях, я могу констатировать факт роста религиозной нетерпимости, об этом мы уже отчасти говорили, а как эту ситуацию видите вы? Так, она проявляется, но не носит такой тотальный массовый характер. Это случаи, я не сказал бы, абсолютно единичные, но тем не менее... Аэропорт это разве не религиозная нетерпимость? Хотя нет, там все сложнее. Там сложнее. там это не засмотреть в аспекте религиозной терпимости, нетерпимости. Там другое. Хорошо, религиозная нетерпимость, вы с этим немного не согласны, да, что рост религиозной нетерпимости. Хорошо, подождите, не согласен, конечно, с религиозной нетерпимостью, это же... С ростом религиозной нетерпимости. Я говорю, что это имеет место быть. Понятно. Мы это видим, мы это замечаем. Это, конечно, недопустимо. Самой религии, это, кстати говоря, невежество. В исламе эту религиозную нетерпимость, такого аята, такого хадиса, я как-то не сталкивался. С этим много я читаю, конечно, на русском языке или на варском языке, но, тем не менее, огромное количество алиумов, которых я знаю, я с ним, когда общаюсь, я задаю эти вопросы, там этого нет. Эти вещи, это джагили, это невежество, это незнание религии Аллаха. Хорошо, хорошо. Вот такая агрессия по отношению к музыкантам, это что? Ну, это, знаете, откуда начинается. Скажем, вот, в исламе, конечно, музыка запретна, там есть моменты, когда она разрешается, по-моему, барабан, еще какой-то инструмент, что касается остального, да, это как бы харам. Хорошо, это харам. Сейчас мы уточним, чтобы меня не обменяли. Когда девушка, женщина поет, тем более присутствуют мужчины, тем более, скажем, очень... Откровенно. которые очень далеко от Худжава и Нигаба, то, конечно, это запретно. И поэтому люди, когда это говорят, это не их вина, это религия Аллаха. Вот нам нравится это или не нравится, это другая тема. Для верующего человека это постулок, это истина. Он понимает, за это он отвечает перед Аллахом. Как и наркотики и водка. Запретно. подождите, до наркотиков, водки давайте еще дать. Да, извини. Но я думаю, что это вовсе не означает, что живя вот в этом советском государстве, в составе Российской Федерации, с этими федеральными законами и нашей Конституцией, это, конечно, не означает, что музыканту, певцов и певиц надо бить положи. Это не означает это. Ну, осуждай. Ну, ладно, сам не ходи, сам не пой, сам не танцуй. Я как старый аварофоб хочу задать вопрос. Я как старый аварофоб хочу задать вопрос. Вы любите песни Зайнап Махаевой? Я Зайнап Махаеву хорошо знаю и отношусь к ней нормально. Тип хороший человек. Она замечательная. Мы все ее учили. Мы любим ее песни. Другие музыкальные окусы. Я забыл. У меня тоже другие музыкальные окусы. Но увидеть диапазон в голосе, не услышать его невозможно. Это человек с потрясающим голосом, со своей аудиторией, с своими безумно красивыми песнями. Вот есть... Ну, не все тебе может понравиться, допустим, в этой жизни, да? Но красивое ты не увидеть не можешь. И хорошая вещь, ты все равно скажешь, что-то хорошая вещь, даже если она не в твоем вкусе, допустим, да? Это как-то так. Зайнап – прекрасный музыкант, замечательный человек. Может, конечно, ляпнуть лишнего, да, и подарить нам несколько мемов, типа, там, что стало, что хотелось. за это и не любит. Вот. Но получается, что она же тоже, получается, в хараме вся. Ну, посмотрите, я ведь не судья, а судья только один. Понятно. Это он будет вешаться. Все, 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 вопрос снят. Ваша честь, вопрос снять. Да. Следующее. Вот смотрите, вот на днях была девушка-диджей, которая национальную музыку, на фоне гор, в общем, и ее в социальных сетях, я не знаю, читал, и кровь из глаз шла. Ее, конечно, там и в хвост, и в гриву бедную костерили. Да. Это харам. Хорошо. Бойцы, которые выходят на ринг и бьют друг другу мордой. Харам. Харам. Понятно, даже? Да. А их не костерят. А их же любят. А Ислама Махачева, который назвал вот этих веселящихся детишек на выпускном топливом для ада. А сам, например, выходит и морды бьет. И деньги с этого зарабатывает. Я думаю так. Если это Ислам, или Хабиб, или я, или ты, или любой человек передает то, что соответствует Исламу, религии Аллаху, и то, что там действительно есть, и он это передает, и при этом сам даже, если он алкоголик, а он говорит, запрещает Исламу. Ну вот, но он говорит правду. Нет, подождите. Если даже Гитлер говорит, что дважды 24, нам придется с этим согласиться. Да, да. Мы с этим согласны. Просто понимаете, вот у меня... Извини, другое дело, что вот посмотрим, мол, в сам зеркало. Но, конечно, если мы будем смотреть в зеркало, мы там такие страшные вещи увидим. Я даже, я тоже боюсь смотреть в зеркало. Я думаю, что вы меня все равно понимаете, вы меня слышите, но есть ценности, которые могут объединять людей в какой-то социум, в какую-то гражданскую нацию. Не желай другим, чего себе не желаешь. Обиды надо отпускать. Закрой рот, когда не можешь сказать правду, врать тебя никто не обязывает. Не присоединяйся к людям, которые творят зло. Ты можешь не победить зло, не все рождаются героями. Я это много раз говорил, это то, что мне моя бабушка когда-то рассказывала. Куда это все делось? Почему люди не забыли, что аварцы – это аварцы, даргинцы, это даргинцы, кумыки – это кумыки, там лезгины, табасаранцы, лаксы. Почему они не забыли, кто они по национальности? Почему они не забыли, где их родное село, кто их мама, папа, дедушка, бабушка? Но почему они забыли, что у этих людей были ценности? И почему, идентифицируя себя как дагестанец, или как аварец, или как даргинец, ты забыл, что принадлежность к этой национальности на протяжении многих поколений являлась приверженность ценностям? То, о чем я вот сейчас говорил. А потом удивляются, что в мечети обувь воруют. В любом другом месте мы бы не удивились, но вы приходите к Богу и вы умудряетесь там вскрывать эти кассы и воровать обувь. Ну, это другой момент. Это такие частные случаи, и, конечно, настоящий мусульмальник никогда не украдет не только мечети, но и... Да, да, Бог с ним. Со всеми, да. Но та тема и проблема, которую ты затронул, это же глобальная, вообще человеческая проблема. А давайте еще раз тогда поднимемся и посмотрим на то, что происходит на этой несчастной планете Земля с высокой птичьего полета. И куда мы вообще катимся? А что в человечестве сейчас стало умнее, что ли? Нет, человечество сильно разделилось. Вот мне, например, мне стыдно, как Даргинсу, я не являюсь там прям правильным представителем своей национальности, да, но мне как Даргинсу стыдно за Мурада Дирола, или как вот этот, как он, Исрапил Рамазанов, по-моему, его зовут, тот, который таксиста обманул, да, и везде на всех ток-шоу ходит, да, как фрик, да. Мне за него стыдно. Но этот человек заводит страничку в Инстаграме, запрещенной в России сети, да, и у него тут же в течение недели 150 тысяч подписчиков, 150 тысяч поклонников в Дагестане, вот это врет, ворует, совершает непотребство, которое сидело за изнасилование и так далее. Вот у этого человека поклонники, и они не стесняются этого, может быть, там проблемы не только... Ну, мы опять-таки говорим о шкале ценностей. Дело в том, что сейчас, особенно молодого поколения, оно воспитанное в том числе на интернет-полях. Я не говорю, что интернет-полях это плохо. Там тоже люди выбирают то, что хотят. Это все очень разное. Я пользуюсь интернетом в постоянном режиме и многому там учусь, но дело в том, что если я там напишу что-то подобное тому, что написал Толстой, а это невозможно в 1904 году, это его письмо императору. Настоятельно рекомендую перечитывать. Вы будете испытывать огромное уважение к этому, к этой глыбе, к этому титану, мысли, совести и нравственности, как им был граф Толстой, настоящий император, властинин Дуи. Вы в курсе его личной жизни Леватова в Столстой? Вот это всегда поднимается вопрос. Сейчас мы будем говорить о Пушкине и о его жене, но вместо того, чтобы говорить о том, как равным его поэта Рейна Россия не был, это нет, личная жизнь. У каждого из нас там, если покататься, мало ли, что там найдется. Хотя, конечно, было бы хорошо, если люди, которые являются публичными, особенно, когда речь идет о тех, кто власти, а также тех, кто занимается искусством, наукой, и они известны, их слово имеет вес, конечно, было бы здорово, если бы их не... – Если бы они соответствовали тому, что они декларируют. Проблема же Льва Толстого с его идеями в том, что, когда касалось его отношений внутри семьи, он был совсем не такой, как он писал в своих великих произведениях. – Ну, Ленин на нем очень интересные две статьи написал, я, по-моему, один из этих фрагментов до сих пор помню наизусть. Там характеристика, я очень люблю Толстого, и поэтому пытаюсь вспомнить. Ленин писал, с одной стороны, человек, который в своих произведениях поставил ряд таких проблем, до которых не было случилось человечество, глыба, гигант, но с другой стороны мягкотелый, буржуазный хлюпик, это его слава Ленина, который, бея с себя, грудь утверждает, я гадкий, я плохой, но я занимаюсь нравственным самосовершенствованием, больше я не ем мясо, а питаюсь рисовыми котлетками. Писал Ленин. Человек я зрительный был тоже. – Он был полемист, просто Лев Толстой с его супругой, вот эти взаимоотношения, вклад Софьи, к сожалению, не помню ее по отчеству, его супруге, в тот же самый «Войной мир», который она переписывала, по-моему, раз в 60. – Это там половину она сделала. – Да, там много чего было, а потом она считала себя соавтором этих вещей, а потом, когда с ней стали поступать таким образом, как он поступил, ну, ладно, Бог с ним. – Римляне говорили «Homo sum et nihil humani, amin alien puto». Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Постому тоже это было не чуждо. Прости мимо этому гению какие-то недостатки, которые были личные в жизни. Вот еще расскажу, что именно так она история и происходит в тех случаях, когда в разных странах складывается некая кризисная ситуация. И тогда побеждают не носители прогрессивных идей и демократических ценностей, и так называемых общечеловеческих ценностей, я тут к ним отношусь с величайшим уважением, а эти нахрапистые люди, которые не боятся уже государства. – Побеждает сила, физическая сила. – Да, именно в таком плане, именно физическая сила, силы, когда мы говорим, речь идет именно об этом. А население, оно дезориентировано в 90-х годах. Они не знают, что будет дальше. Нет Советского Союза, райкома партии, обкома партии, ЦК, КПСС, которые решали вопросы. Нет надсмотрщиков, нет намотников. Это тоже так, но там, понимаешь, когда мы говорим народ, это же не безликая масса, там очень много разных людей. В этом народе интеллигенция, там интеллектуалы, там просто бандиты, там афиозы, там просто садамазахисты, кого там толку нет. Там достойные люди, там благородные люди, там, в конце концов, цвет нации. Почему благородные люди проиграли? Потому что они благородные. Ну, вот смотрите, для чего нужен тонкий культурный слой для общества? Потому что это некий нравственный ориентир, который уважает большую часть общества и к которому, в общем-то, стремятся. Интеллигенция не обязательно была самой богатой, там интеллигенция не обязательно существовала. У этих ребят были собственные мини, армии. Более того, у них были персональные киллеры, давай его еще называть своими именами. Интеллигент никогда, доктор науки и профессор, преподаватель университета, он не пойдет на это. Все-таки то, что он читал Достоевского, Шекспира, Генни, Гёте, Жан-Поль Сатра, Камю и Кавка, это же не проходит мимо человека. Он формируется на этих ценностях. Он не нанимает киллеру для того, чтобы уничтожить другого бандита и перехватить эту собственность и стремиться к этой власти. Извини меня, самое главное, суть заключается в том, что эти люди, которые в 90-х годах на фоне опять-таки того, что рухнул Советский Союз, слабое государство, и вот они поднимают огромное количество народных масс, критикуют тогдашнюю существующую власть и более того, тот социализм, создавая альтернативные центры силы. Вот они это делали, лозунги то были вообще-то говоря, нормальны, конечно, люди шли за ними, а фактически цель заключалась в том, чтобы любой ценой дорваться до власти собственности и денег. Это Магомедов Магомедове действительно, человек прекрасно понимал, и в этой ситуации у него не было и другого выхода, до другой до этого и не дошел бы. Он, понимая, что никакой Москвы за ним тогда не было, он был один в этом Дагестане, Москве было не до этого, у них там свои шли разборки, конфликты, войны, противостояния, и тут Дагестан, он брошенный практически. Он тогда, конечно, видя, кто это такие, что это за люди, сумел сделать так, что в Дагестане в принципе не было бойней настоящей. Конечно, народ тоже играл там огромную позитивную роль в этом отношении. Они в этих моментах его, конечно, поддерживали. Тогда он, видя это, кого из них взял? Народное собрание депутатом, они же амбициозные, у тебя удостоверение, ты можешь Гаишнику сказать, тогда Бог сказать. Ты кто такой? А ты понимаешь, дагестанец, когда Гаишнику говорит, когда такой? Сейчас-то никто не скажет. Вот теперь Гаишник Гаишник любому скажет, а вот ты кто такой? Тогда было по-другому. А потом другим города, третий там хорошей должности, четвертым собственность, а по-другому управлять было бы невозможно. Это называлось формой социализации в какую-то государственную систему, да, социализации людей маргинального склада. Да, потому что просто отрицать их было невозможно, потому что все-таки за ними жили люди. И второе, ну, применить силу, а ее особо и не было. Когда Нумар однажды они сидят и едят, а увидят один из мусульман есть левой рукой, это храм, он ему говорит, ешь правой рукой, он был воинственный, халифа Нумар и боялись, а он ему говорит, ешь правой рукой, тот продолжает, есть левой, он торговез ему говорит, ешь правой рукой, бедуин отвечает, моя правая рука осталась у Муты, сражение у местности Мута. Халифа Нумар заплакал и сказал, прости меня ради Аллаха, это религия Аллаха, но не религия Аллаха, тогда, когда мы бросаемся с криками и воплями на эту туристку, ну, попроси свою жену, если ты мужчина, вообще-то не имеешь права разговаривать с чужой женщиной, ты же такой правомерный мусульманин, ты не имеешь права вообще на нее смотреть, опусти свой зал, нельзя на нее смотреть, вот цепь начни, тогда все будет нормально. Ну, или как люди приходят на пляж и начинают фотографировать и выкладывать в соцсети, рассказывать, рассказывать, какие все плохие, мусульмане, да, 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 что делать. Ну, я думаю, что в нашем обществе еще есть, что обсуждать, есть от каких-то вещей отказываться, ну, опять же, есть одна вещь, которая мне ну, очень не нравится, мы не умеем признавать своих ошибок, мы не умеем извиняться, у нас это признак слабости, вот это очень плохо, ну, на мой взгляд. Хорошо, чье слово в республике сегодня в авторитете, на ваш взгляд? Ну, я не могу назвать фамилию человека, слово которого для всего Дагестана было авторитетным. Сейчас, я думаю, такого человека нет. Я думаю, даже и быть такого не может, если речь идет обо всем Дагестане и всех дагестанцев. Вот, что касается, например, людей, которые работают в органах государственной власти, муниципальной власти, правоохранительных органов, там все просто. С точки зрения формальной, они все назовут имя этого человека. Это будет человек, который будет на вершине социальной пирамиды. Это вот тут понятно. Формально. Фактически, может быть, они его ненавидят, презирают, желают, чтобы его немедленно отсюда забрали, отправили другого. А тогда для верующих людей, кто является авторитетом в Дагестане? А для кого кто? Для меня шеих Хосейн Афанди, Саадуи, Махандрасу. Для, скажем, атиистов, кто является авторитетом? Может, Макс, может, Энгельс, может, Ленин, я не знаю, может, Эйнштейн. Почему бы и нет? Это их дело. Поэтому сегодня говорит о том, кто живет в Дагестане. Про Магомед Расула я абсолютно согласен. Саадуев, да, это человек в авторитете для большого количества граждан. Хабиб Нурмагомедов для большого количества молодежи, человек, который пользуется авторитетом. А кто еще? Ну, может быть, для кого-то муфтиятовский. А является слово этого человека авторитетом Дагестана. А какое слово, в какой ситуации и с какой целью сказанное? Может быть, это действительно человек, который сегодня в Дагестане популярен. Нельзя путать авторитет человека с его известностью. Мы обсуждаем вопросы добра и зла. Вот в каком случае, что-то добро, а что-то зло. Вот у меня есть своя голова на плечах. Даже если там миллион людей вокруг меня будут говорить, что это черное, а я вижу, что это белое, я не скажу, что это черное. Не могу я себя заставить. Вот такая я тварь. А люди вообще, они существа социальные, они по-своему роду конформисты. Если Хабиб Нурмагомедов сказал, что это зло, они будут называть это злом. И, в принципе, я их за это не осуждаю. Это как бы такова природа людей. Им нужно быть частью какой-то группы. Поэтому я и спрашиваю вас об авторитетах. Для кого-то Хабиб, для кого-то Магадрасул Садулаев, для кого-то Муфти. Это понятно. Но дело в том, что кто тогда тот человек и как его зовут, слово которого является для огромной массы дагестанцев авторитетом. Вот такого человека действительно реально нет. А с другой стороны, давайте вспомним самого, наверное, может быть, выдающегося, на мой взгляд, известного дагестанца имама Шамиля. А что тогда за Шамилем шли с этой дагестанцией? Конечно нет. Документы из них против него воевали. А тем более этот человек за родину, за религию Аллаха, на пути Аллаха чужих не поддержали. И сегодня неоднозначные к нему отношения. Ну а кто тогда? Такого не бывает. Ну и бывает понятие общий национальный лидер есть такой, да, у разных народов там исторически это было, конечно, это там совсем другая тема. Но сегодня в Дагестане, ну не назову я тебя человека, слово которого является авторитетом для огромной массы Дагестана. Количественным отношениям, да, за Хабибом, за Муфтем, ты это правильно говоришь, за Батлухским, своя тоже группа людей, которые я не знаю, там социологии нет. Да, да, да. С этим я согласен. Так. Как часто вы чувствуете, что вы в Дагестане чужой? Всю жизнь я всегда был чужим для Дагестана. Я был всегда чуждым. Я был то, что называют арабой в раба. я не чувствую себя здесь, что я свой и что я Дагестану нужен. Я хочу сказать, что мне кажется, что Пушкин был чужой для своей страны в тот момент, когда он в ней жил, творил там, когда это человек, который создал современный русский язык, да, Лермонтов был чужой для страны, Некрасов, все люди... Я люблю Бродское изумительное стихотворение, пилигрим. Конечно, каждый из нас по-своему это воспринимает. И там они идут, пилигримы, мимо кладбища, и капища, мимо Рима, и Мекки, они идут оборванные, худые, больные, и так далее. Они идут мимо и мимо к всему, к справедливости, свету и добру. Они идут тысячелетиями, и сегодня тоже они идут. Я вот себя таким пилигримым чувствую. Понятно. Чего же вы не уехали? Вот, ладно, это просто реплика. Нет, это правильный вопрос. Дело в том, что это одна из многочисленных ошибок, которые я допускал в жизни. Уже если тут рефлексией заниматься, то должен сказать, что у меня надо учиться не тому, как надо жить, а тому, как не надо. Я многому могу этому отношению научить. Ассалян Баширович, волнует ли вас мысль, что вы чего-то в этой жизни не достигли? Конечно, да. Как же это сказать честно? Вот одна из главных проблем Дагестана, она не моя личная, в том числе и моя тоже, это невозможность для многих людей, которые обладают огромными, ресурсом и потенциалом, интеллектуальным, политическим, религиозным, я не знаю, каким угодно, реализовать себя, отдавать себя тому, чему хотел бы служить, и в этом найти для себя удовлетворение и даже, может быть, счастье. и поэтому условиям Дагестана сейчас сказать, что вот у меня все было прекрасно, я рад тому, что я живу в Дагестане, и ты спрашиваешь, почему ты не уехал. А вот Айна тоже ошибается, когда считает меня умным, тем людям, которые мне разрушили, что ты умный человек, я всегда говорю, путают меня с кем-то другим. Умный был бы, Исландия жил бы, или Лехтенштейне, потому что Лехтенштейне, поскольку мне известно, сегодня в тюрьме сидят только 7 человек, и у них там 20 или 30 полицейских. Ну, у них там армия 2 человека, господи, оставьте. Ну, вот там и мой, наверное, один из самых любимых вопросов. Люди с возрастом становятся хуже или лучше? Почему? Кто-то хуже, кто-то лучше. Те, которые были плохими, они еще хуже становятся. Идет, как говорится, развитие. Ну, называется деградация. А те, которые были людьми благородными, нравственными, умными, они еще лучше становятся. Ну, в возрасте такое дело, я люблю вот эту притчу русскую, такое, куда-то выражение, вернее, что старость приходит к человеку вдвоем. С мудростью. С мудростью. Но, как правило, она приходит к человеку в полном одиночестве. Иногда, да, старость приходит одна. Ну, Семен Большой Рич, спасибо вам большое. И у меня есть еще куча... А, слушайте, а самый тупой журналистский вопрос, который вам задавали? Ну, тут надо задуматься. И мне не хочется назвать вопрос журналиста. Понятно. Давайте опустим это, да. с ним, да. Но могу тебя успокоить, ты не задала мне глупого вопроса. Блин, с таким самомнением, как у меня, меня не надо успокаивать. Ну, это же хорошо, да. Вот. Ну, все. Ну, Итак, дамы и господа, это было окончание диалога с нашим гостем Сулеваном Большой Ричем Молодеевым. Спасибо всем, кто досидел до конца. Всего доброго. Сулеваном Большой Ричем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова